Всем привет! Сегодня стартует новая рубрика на моем канале, которая называется Повторяю прически из инстаграма. Если вы не в курсе, то это такое видео, где я отбираю от 3 до 5 причесок из инстаграма и просто повторяю их, показываю как их сделать. Так как вы часто присылаете мне фотографии тех причесок, которые не можете повторить, именно поэтому я создала такую рубрику, где буду повторять прически. Для того, чтобы участвовать в этой рубрике и попасть в следующее видео, тебе нужно всего лишь подписаться на мою группу вконтакте и скидывать туда фото прически из инстаграма, которые ты хочешь, чтобы я повторила в следующем видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я выкладываю там не только фотографии своего лица, но и разные вкусности. Можем приступать к видео, погнали. Ребята, для всех причесок, которые я отобрала, нам понадобятся накрученные волосы. Так, распускаю свои волосы и крутим локоны. Кусаем локон, потом перекидываем прядочку и проворачиваем вот так вот утюжок, не спеша проводим к низу. Вот, и получается очень красивый локон. Мне нравится. Все, ребят, меньше болтаем, не больше дело. Отделяем вот здесь прядь. С другой стороны также отделяем точно такую же прядь и соединяем эти пряди вместе. Смотрите, главное сделать прочную основу. Отделяем прядь и заворачиваем ее. Как по мне, это очень крутой новый способ носить греческую прическу. На ходу лучше закреплять наши пряди с помощью невидимок или шпилек для того, чтобы прическа не распалась. Я хорошенечко фиксирую первую часть прически лаком для того, чтобы она не распалась. С другой стороны делаем то же самое и вы уже знаете, как это делать. С этой стороны конец пряди. Я закреплю невидимкой для прочности. Теперь нам остается вытянуть пряди с этой стороны и прическа готова. Окей, ребят, вы должны оценить, удалось ли мне повторить эту прическу. Скажу вам, что мне казалось это легче простого, но на самом деле не так уж и просто. И главное в этой прическе это сделать хорошую основу и каждый этап закреплять невидимкой или шпилькой. Иначе все просто распадется. Поэтому каждый раз, когда вы закручиваете прядь, подкрепляйте ее с середины невидимкой или шпилькой. Потом снова прядь, снова невидимка или шпилька. В конце также зафиксируйте лаком для волос и тогда прическа действительно будет держаться. И пока, ребята, я разбираю первую прическу, хочу вам сказать, что это моя самая нелюбимая часть в процессе съемки видео о прическах. Это каждый раз разбирать прическу. Вторая прическа мне кажется очень легкой и быстрой, но точно так же я думала и про первую прическу. Все, что нам остается, ребят, это проверить. Давайте приступим. Как я понимаю, ребята, это обычный колосок, который мы заплетаем не туго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу добавить, что секрет этой прически в том, чтобы сделать очень небрежный колосок. Плетете где-то от середины головы, не туго заплетаете его, потому что вам все равно потом придется вытягивать пряди. Я очень люблю небрежные прически, небрежный пучок, небрежный хвостик, небрежные косички. Это всегда выглядит так, как будто бы вы не старались. Но знаешь только ты, для того, чтобы получился этот небрежный пучок или небрежная косичка, тебе пришлось прикладывать усилия. Третью прическу мне не терпится повторить. Как я хочу знать, действительно ли получится сделать таким способом пучок здесь внизу. Почему интересно? Потому что на длинные волосы, конечно, это будет повторить легко. Но меня интересует, смогу ли я повторить эту прическу на короткие волосы. И думаю, что вам тоже будет интересно. И давайте приступим и начнем проверять. Нам нужно разделить волосы на две части. Продолжение следует... Продолжение следует... Быстрая прическа. Две-три минуты и прическа готова. Многие из вас, когда смотрят на прически с длинными волосами, думают, что это прически только для длинных волос. Теперь, в очередной раз, когда будете смотреть на прическу, которая выполнена на длинных волосах, подумайте, как вы можете воплотить эту прическу на своей длине волос и на коротких волосах. Я всегда думаю, как я могу воплотить ту или иную прическу для коротких волос, чтобы потом показать вам, как это сделать. Хух! Надеюсь, что это видео вам понравилось. Напишите в комментариях, нравится ли вам новая рубрика. И не забывайте присылать мне фотографии для следующего такого видео. Жду от вас больших пальцев вверх и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, для того, чтобы не пропускать новые видео с прическами. Также не забудьте нажимать на колокольчик, для того, чтобы первыми видеть мои видео. Если вы не нажмете на этот колокольчик, вам не будут приходить уведомления о моих новых видео. И вы можете увидеть мое новое видео спустя день, два, три, а то и неделю. Поэтому нажимайте на колокольчик и уже совсем скоро с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok